С точки зрения каббалистической, у нас есть две как бы части. Есть Тора, есть Малхут, царство. Что это имеется в виду? Есть теория, есть практика. Есть духовный мир, есть материальный мир. Есть мужчина, есть женщина. Это те самые раскладки. То есть Тора – это Зайранпин, то, что называется, или Адам. А Малхут – это, соответственно, женщина, женское начало. Понятно, что в наших реалиях Малхут – это политика, политическая сфера. То есть это материальный мир. То, что мы возделываем, это и есть Малхут, это и есть практика. Наш материальный мир, то есть то, что вначале говорится, сотворил Бог небо и землю, небо и землю – это вот и есть Тора, и духовный мир, и материальный. Так вот, Иосиф олицетворяет духовный мир, Тору, а Иуда с братьями олицетворяет материальный мир. Иуда в первую очередь, потому что он царь, из него выходит царь. Он и есть тот, кто всех свяжет в результате. И вот идет вот это взаимодействие. Теперь, я вам в двух словах расскажу, как Маниту смотрит на это, и пойду дальше, потому что я не пойду по Маниту. Долгие годы, так сказать, я был уверен, что это абсолютно единственное правильное. Значит, Маниту говорит, что Иуда – это такой дос, религиозный, а Иосиф – это светский. Он политик, он, так сказать, занимается политикой в Египте и так далее, да, а Иуда – он такой весь из себя ревнивец, там, и так далее. И вот на этом фоне, так сказать, между ними происходит столкновение. Значит, я в результате долгих сопоставлений пошел по-другому пути. И, значит, есть такой Раф Динович, которого я слушаю чуть меньше года, он начал на иврите, он много лет по-французски давал лекции, а год назад чуть меньше, он начал на иврите давать уроки. Кто, кому интересно, значит, Раф Динович, да, Динович его легко найти в интернете, он дает, значит, каждый день более-менее он дает урок. Очень интересно это все. Значит, он говорит такую вещь, что все наоборот, что Йосеф называется цадик, да, потому что именно он дос, именно он такой хариди. То есть он соблюдает все от и до, он, так сказать, все тонкости, да, и поэтому он обвиняет братьев, что они там что-то не то сделали, там, говорится, что он про них там злой, всякую клевету клеветал. То есть его каждый отклоняет чуть-чуть от чего-то, он тут же, значит, начинает жаловаться там и прочее, то есть он их обвиняет постоянно. Это Йосеф, он вот такой ультра-ортодокс. А братья наоборот, то есть они как бы религиозные люди, в плане, так сказать, они все у Якова воспитываются, но они, там, что произошло с Иудой? Иуда пошел, взял жену к Наанейку, потом Стамар была история, так сказать, да, так сказать, ну понятно, что, как бы, такой ультра-ортодокс не пойдет на такие вещи. То есть он пошел в Суахте тяжкий пустился, Йуда, да? Давайте посмотрим, как это выразилось. Значит, я попытаюсь сейчас объяснить, как в нашей истории произошел расклад на Йосефа и Иуду. Значит, смотрите, про Йосефа говорится, что это обвинители Саввы, да, Ситно Шелесавв. Яков сидел у Лавана до тех пор, пока не родился Йосеф. Почему? Потому что он боялся Исавву, он боялся возвращаться. Когда родился Йосеф, Яков сказал, все, вот теперь можно возвращаться, потому что есть тот, кто ему будет противостоять. Да? То есть Йосеф – это то начало, которое в состоянии противостоять Исавву. Окей? Он должен подрасти вначале, понятно, но тем не менее, да, то есть до того, как он родился, не мог Яков уйти от Лавана. Он боялся. Да? Тут все, родился Йосеф, можно выходить. Теперь, что это означает по смыслу? Это означает, что когда будет окончательное столкновение со Саввом, оно впереди, да? А Исавв это понятно, кто такой, да? Это Запад. Это Рим, это христианство и на сегодня это Запад, западная культура, да? Это Исавв. Значит, когда будет с ними окончательное столкновение, то воевать с ними успешно, так сказать, будет именно Йосеф, потомки Йосефа. Теперь. Сейчас будем искать. Сейчас будем искать. Вот тут за столом, честно. Значит, это означает, что когда, хорошо, когда будет окончательное столкновение, мы еще посмотрим. Но до того был Галут. Возникает вопрос, а что с Галутом? Как Йосеф себя ведет в Галуте? Он в состоянии пережить Галут или нет? Естественно, да, иначе бы ничего не осталось, правильно? Значит, возникает тогда вывод, что Йосеф – это тот, кто в состоянии пережить Галут дом, да? Галут Исава. Что такое Галут Исава? Что такое христианство? Кто там был в Галуте в этом? Ашкеназы в основном. Ашкеназы были в христианском Галуте. Правильно? Сфарадим? Сфарадим? Их тут же изгнали из Испании, так сказать, как только христиане пришли, правильно? Правильно или нет? Пока там были мусульмане, все было хорошо, там были Сфарадим. Потом их изгнали, куда они пришли? Мусульманские страны они пришли. Правильно? Сфарадим, Израхим, Тайманим, Дотова делились. То есть все остальные не были в христианском Галуте, правильно? Они были под мусульманством. Ну, мусульмансы не сразу, понимаешь, возникло. То есть ты говоришь, что христианские Галуты в христианском Галуте после 15-го века? Нет, почему? Я говорю о том, что Галут Эдом, то есть Исаав, это Рим. Почему ты говоришь, что Ашкина зовут? Я пытаюсь понять, кто такие сыновья Йосефа. И я привожу идею, что раз они будут воевать в конце с Исаавом, это означает, что у них есть силы пройти через Галут и Сава. И теперь я сопоставляю, кто же был в этом Галуте Эдомовском? У них не оказалось? Нет, нет, нет. Эдом – это Ашкина, европейская культура. Конечно. Европейские евреи были... Да. То есть Йосеф прошел Галут, и у них есть возможность победить Исаава. Совершенно верно. То есть если очень грубо говорить, то Ашкиназимы, Ашкиназы – это и есть сыновья Йосефа. Понимаете? Да. Амураканский, а почему это? Ну, это, знаешь, ну, давай, раз, слушай. Ну, давай, по-моему, северский, а он рядом не лежит. Давай, поможем все. Ну, объясните? Ну, потому что это же были северные колена, а колено Йосефа ушло с север, северная Идрая, и они покинули Демидрая давным-давно, а мы – это вот Беннинг и Либий, Зеу, Беннинг. Окей. Ну, физически, а так скотегенически. Окей. Потому что все эти колена исчезли, а эта колена разделилась на те же самые два принципа. То есть, тут получается, видимо, так, что при делении в любом возникают эти два полиса. То есть, если распилить магнит пополам, у тебя все равно окажется южный и север. Это правильно. Но я вам задам другой вопрос. Откуда Ашкиназы появились в Европе? С Парадом, например? Нет. Это неизвестно. Тогда известно, известно. Если мы возьмем научные данные, то известно, что во время изгнания из Испании оттуда бежали евреи в уже существующие общины. Раши жил в 11 веке, то есть до того, задолго, да? Изгнание из Испании – это 15 век. Он жил в 11 веке. И где он жил? Он жил на границе Франции и Германии. Понимаете? То есть, еврейские общины тогда уже там были в Европе. Да, в Германии были. Откуда они пришли? Откуда они пришли? Конечно. То есть, это вот Франция и Германия – это все… Конечно. Откуда они пришли? Они пришли с востока. Они пришли именно… Вот их изгнали, вы говорите, там, Вабилон, да, с северной коленой. Санхериф изгнал. И они вот таким вот путем туда пришли. Никуда они не делятся. Никуда. С востока? Они пришли с востока. Ну, может быть, с юга на север там переплыли. Средиземное море тоже. Это были наиболее вероятные варианты. Я тоже смотрю, других вариантов. Ну, это то, что я читал. Я, так сказать, не знаю, что пил, что продают. Это как раз рядом лежало. Это как раз рядом лежало. Вот. Теперь. Остальные братья, да, обратите внимание, что северное колено – это не только Иосиф. Это 10 колен, на самом деле. Там все сильно перемешано. Да, я согласен, что в основном, конечно, и фраинг. Конечно, в основном и фраинг. Самое большое колено. Но, тем не менее, там были и остальные тоже. То есть, тут хитро. Тут тяжело проследить. Ну, понятно, да. И вквара сколько. Но я пытаюсь сказать некий принципиальный тезис, по которому можно определить, кто есть кто. Понимаете, что эссаф – это европейская культура, там, Рим, христианство, Запад и так далее. Это все европейская культура. И евреи, которые были в Галуте, в Европе – это фирующие, конечно, Ашкеназы. Конечно, там есть тоже и сефарды попадаются. То есть, вы хотите сказать, что сефарды – это тогда вот эти три колена Нилда, Немин и Ильри? Нет, нет, нет. И Машля отсюда будут? Нет, это не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что все остальные, кроме Ашкеназов, все остальные – это сефарды, это Мизрахим, это Тайманим. Там еще масса всяких есть, да? Но Тайманим – это другой. Тайманим отделились в другом моменте тоже. Можно, не знаю, не буду брать. Кавказский. То есть, есть братья, их много. Это не только Иуда. Все остальные – братья, да? Это все, каждый что-то свое несет, понимаете? Нет, ну тут, я так понимаю, это более коммунистическая распутка между географической, 12 колен. Нет, наверное, это тоже есть. Я думаю, что есть привязка. Вероятно, что даже генетика есть. Вероятно. Окей. Шаг всегда должен работать. Шаг должен работать, да. Значит, я приведу еще одну, еще одну историю. Смотрите, значит, когда продают Юсефа, происходит такая вещь. И проходили люди-медьяне, торговцы. И вытащили и подняли Юсефа из ямы. И продали Юсефа из мэлитянам. В Исрим Кесеф за 20 серебряников выявил от Юсефа Митцрама и привели его в Египет. Это я прочитал вам пасук из этой истории продажи Юсефа. Теперь обратите внимание, пасук очень странный. То есть, не то что странный. Вот когда мы читаем этот пасук по-простому, что мы понимаем? В Яврова наши медьяне, и проходили медьяне, торговцы. В Ямшику выялоят Юсефа Минабор. И подняли, вытащили Юсефа из ямы. В Ямкеруят Юсефа Лейшмэль и продали его ишмэлитянам. Спрашивают, кто его поднял? Кто именно на поле? Кто поднял? Кто вынул из ямы? Мидьяне. Написано Мидьяне. Правильно? Да. И потом перепродали ишмэлитянам. В этом тексте Мидьян и Ишмэлитян вот так вот меняются места. Полный чехотаргаза. Замечательно. Замечательно. Я вам зачитываю... Говоря о том, что ишмэлитяне и медьяне это одно и то же. Я вам зачитываю Раши. Вы им шихуй, вытащили. Бне Яков, это Юсеф Минабор. Сыновья Якова вытащили его из ямы. Говорит Раша. Вы им хирули ишмэллим и продали его ишмэлитянам. Вы ишмэллим ли медьяним, а ишмэлитяне медьянам. Ба медьяним ли мицрим, а медьяне египтянам. Возникает вопрос. Зачем Раше надо было так извращать этот пасук? Ведь все же было так понятно. Проходили медьяне, вытащили его из ямы, продали его ишмэлитянам. Почему Раше берет и говорит, проходили медьяне, и что? Они чего? Им сказали, ребята, проходите, вы тут ни при чем. Вам мы ничего не продадим. После этого братья вытащили Юсефа из ямы, когда медьяне уже прошли, и продали его именно ишмэлитянам. А может быть они его в яму спрятали, чтобы медьяне не заметили? Нет, они в яму спрятали до того, ему известно. Есть еще одна нестыковка, потому что потом пришел Рувен и увидел, что ребенка нет. Да. Значит, он не присутствовал при том, когда его братья? Значит, не присутствовал. И нигде не сказано, что остальные братья присутствовали. В тексте Туры не сказано. Да, в тексте нет. Но я не могу сейчас задерживаться на этом. Тут происходит, из этого посока мы видим, что братьям было важно продать Юсефа не абы кому, потому что медьяни проходили сухари им, торговцам, и им не продали, а продали именно ишмэлитянам. Понимаете? То есть, тут было важно именно ишмэлитам продать. Я оставляю за скобками вопрос, откуда взялись ишмэлиты в то время, да? Как откуда взялись? Ну, хорошо. Они просто забыли родство уже. Вот что потрясающе. Да, предположим. Значит, ответ, традиция каббалистическая нам дает потрясающий совершенно ответ. Ответ такой. Иуда продает Юсефа. Иуда там играл главную скрипку, несмотря на то, что Шимон и Леви тоже постарались. Значит, Иуда говорит Юсефу следующее. Он говорит, смотри, ты прав, ты в состоянии победить Эсава. Ты обвинитель Эсава. Ты можешь пройти через Галут Эсава. Все нормально. Ты абсолютно прав. Но я сейчас тебя продам ишмэлитянам, и ты увидишь, что против них ты не можешь ничего. Ты будешь у них рабом, и они с тобой сделают все, что они захотят. Потому что противостоять эсмэлитянам могу только я. Иуда. Это трактовка, которую нам дают фигуристические книжки. Окей? Значит, поэтому он его продает. Он продает и говорит, вот видишь, что ты ничего не можешь против них. И поэтому ты не можешь быть царем. Почему? Потому что в конце истории, то есть в наше время, начнется Галут Эсшмаэль. Да? И вот тогда Юсеф не сможет ничего. И вот тогда нужен Иуда. Окей? По этому поводу Аризаль говорит интересную вещь. Тоже отдельная вещь. Почему? Конечно, не поздно. Он говорит такую вещь. Известно, что каждое царство, каждый Галут затмевает Творца. Это известная идея. То есть мы не можем быть одновременно Овдей Ашемы и Овдей Ашвирош. Поэтому надо выйти из гиббы. Пока мы рабы кого-то, мы не можем быть рабами Творца. То есть любое царство, которое над нами правит, оно затмевает Царство Творца. Раз Галут это спина к спине. Ну, естественно. Значит, Аризаль это раскручивает интересным образом. Он говорит, что есть четыре типа Галута. Это известно, да? То есть Египет это прототип всех Галутов. Это как бы место, где родился еврейский народ. А дальше начинаются четыре типа Галута, да? Вавилон, Персия, Греция и Рим, да? То есть он говорит, что есть четыре буквы во имени Творца. Дюдка и вавкей, да? И каждой буквы соответствует определенный Галут. И он ее закрывает, да? В обратном порядке. Да? То есть Гей, который на конце, это Вавилон. А Юд, который в начале, это Исав. Да? То есть в обратном порядке каждый Галут закрывает одну из букв имени Творца. И поэтому имя не цельно, да? Не целиком. И поэтому мы говорим эту фразу, известно, да? Что в тот день будет Ашем Ихаду Шмой Ихад, да? Творец целостный и имя его целостное. Да? То есть когда все буквы этого имени высветятся, да? То есть не будет никакого Галута, да? Так вот, известно, что по Аризалю, что Исав закрывает первый самый Юд в этом книге, да? И Аризалю говорит интересную вещь. Он говорит, что когда будет заканчиваться Галут Эдом, это Исав, да? То в этом Юде есть чубчик, точечка, да? И вот эта точечка, это Галут Ишмайль. То есть это не отдельный Галут, потому что Исмайль не в состоянии нас поработить, как отдельное царство. И все силы Исмайль черпает на самом деле от Исава. Исав ему продает оружие там и так далее, и так далее. Это известно. Правильно? Но они нам устраивают сейчас Галут. Исав, этот самый, Исмайль, да? И в этой ситуации мы видим, как сыновья Юсеф, которые находятся у власти, не в состоянии справиться. Идет какое-то все время развывание. Они не в состоянии сказать там, ну, вы видите, что сейчас происходит. Я не буду на политику переходить, да? То есть здесь нужна другая сила. Нужно, чтобы кто-то пришел с другими основаниями совершенно. А марокканцы могут. Да, а марокканцы могут. Почему? Почему я это все сказал? Это к тому, что как раз те братья, которые были в Галуте на Сурманском, у них нет никаких проблем с ними. Они очень хорошо знают, как с арабами себя вести. Прекрасно знают. Они прошли через весь этот Галут. И это вторая сторона медали, да? Что Юсеф может пройти через Галут европейский и удержаться, да? Хредим, так сказать, стояли до последнего. Говорили, у нас наша вера, и мы будем за нее держаться зубами. И мы пройдем через этот Галут. Мы инкапсулируемся. Мы не будем ничего менять. Мы через все пройдем. Через просвещение, там, оскалу. Все что угодно, да? Мы, все эти Гзерот, Инквизиция, все что угодно, мы пройдем насквозь. Да? Потому что у нас есть вера. Но когда приходит Ишмаэль и говорит, а у нас тоже есть вера. И более того, наша вера сильнее. Мы взрываться будем ради веры нашей. Окей? Что может противопоставить Юсеф этому? Ничего. Ничего. Вера против веры как бы не работает. Понимаете? А те Сефарды и Мезрахим и прочие, которые жили среди этих арабов, они прекрасно их затыкают. Они умеют с ними разговаривать. Они очень просто говорят. Это земля наша и все. Почему? Почему? Потому что нам в туалет ее дал. Все. Никаких рациональных доводов. Понимаете? Они не могут взрываться. Взрываются сколько угодно. В ответ на это они могут взрываться. Нет. А зачем? Нет. Вы понимаете? Тут происходит чудо. Тут происходит некое чудо. Я не знаю, как это объяснить, кроме как чудо. Понимаете? До тех пор, пока ашкеназы, наши родные, ищут доказательства. У нас есть историческое право на эту землю. Вот у нас раскопки мы привели. Мы вам докажем, что мы здесь были раньше. Эти выходят из себя просто. Они начинают просто... Их это так трясет от этого доказательства. Мы еще сильнее. Понимаете? Мы вас тут не оставим ничего. В тот момент, когда эти ребята, все фарды, никаких доказательств, никакого рационала. Просто творец нам дал, и все. Это не обсуждается. В этот момент арабы растворяются. Они говорят, да, хорошо. Понимаете? Это удивительно, но это так работает. Это уф-да. Это уф-да. Это уф-да. И до тех пор... Вы дети жены, а вы дети наложницы. Стань перед ним на колени. Конечно! Он говорит, кто ты такой! Это не ту историю, Марата Махпела. Конечно! Когда он этого шейха посадил. Да! Абсолютно! Он говорит, кто ты такой! Это классическая история. Ну как, что расскажите? Ну, сибур такое, что захватили Марата Махпела, и пришли туда солдаты, уставшие, грязные, не спавшие три ночи. И расселись там, так сказать, на этом полу, который там арабы там все из пылинки сдували и так далее. Расселись все грязные там и так далее, вонючие, потные, значит, сидят там в этом Махпела. И вдруг приходит шейх, заходит нахально, значит, на все это, и начинает по-арабски говорить. Я уж не знаю, как они его поняли, но, видимо, понимали. Там были кто-то, как вы поняли. Они учили. Как-то понимали. Берет и говорит им, да что вы с этим вообще думаете? Как вы себя ведете в святом месте? Это могила нашего праотца. Почему вы тут сидите, значит, в таком виде? Да кто вы такие? Что за безобразие? Разве так себя ведут в святых местах? И все в шоке, не знают, что сказать. Сказали, вы нехорошо. Действительно, мы вроде говорили, что это наша святыня. Абраам, туда-сюда. И он нас, это самое, да? Вышел Раф Ильяу. Мардыха Ильяу. Захронули в Раха. Тогда он еще был молодым. Вышел. И сказал, да, говорит, ты абсолютно прав. Если к царю придет какой-то военачальник в таком виде, царь его выкинет, так сказать, с глаз долой. Скажет, как ты пришел к царю? Но если вернется его сын из дальнего похода в таком виде, то он его обнимет. Мы сыновья! Мы вернулись домой! А я такую историю не знаю. Потрясающая история. Настоящая история. И шейх извинился. Шейх извинился и вышел в курс. А когда? Продолжение этого было. Сейчас извини. Иди себе, как положено. Как ты, как этот самый. Конечно. То есть, я хочу вам сказать, что кто такие сыновья Юсефа и кто такие сыновья остальных, более-менее понятно все. Более-менее понятно. Конечно, это не 100%. Конечно, есть там и есть там. Это не 100% правило. Более-менее мы видим, с одной стороны, есть вот этот обвинитель Исаа, с другой стороны, есть иуда, который продает его Исмаэлю. Мы видим примерно вот эту раскладку. Во-первых, мы сказали, что есть Ашкеназы и Ашкеназы. Вот произошло, Галут произошел, вот они разлетелись в разные стороны. Теперь я беру следующую матрешку, следующий уровень и рассматривать только Ашкеназов. Оставим Ашкеназов в стороне. Теперь мы рассматриваем только Ашкеназов. Ашкеназы в Европе, это были в основном Хариддин в какой-то момент, долгие века. То есть, они там так не назывались, но по смыслу это были евреи, которые инкапсулировались, которые занимались, так сказать, только Торой по мере возможности, а все остальное по стоку-посколько. И, как следствие, дальше, в какой-то момент, когда пришло время выходить из Галута, Творец прислал некоторый свет дополнительный, и среди этих самых Хариддин возникли люди, которые сказали, ребята, надо заниматься политикой. Надо кормить этот самый Малхут. Надо создавать свое государство. Надо идти в университеты. Надо идти возделывать этот мир материальный. То есть, что Творец сделал? Творец запустил Аскалу. Народы мира разрешили идти в университеты евреям. Науки продвинулись в этом моменте. Евреи на этот свет ломанулись. То есть, вот та часть народа, которая отвечала за материальный мир, то есть, Малхут, вот этот самый, она ощутила голод, потому что остальные занимались только Торой, и их это все не интересовало. И произошло вот это разбиение. Вот эта часть, отвечающая за материальное, Малхут, отделилась от того, что отвечала за духовное. То есть, внутри Сыновей Йосефа, внутри Ашкеназа, произошел раскол. Благодаря Аскале. Харидимы остались учить себе Тору. А вот эти светские, так сказать, которые порвали с традицией, они создали государство. В результате. Теперь. Что происходит? Свет ушел наверх. То есть, Харидим замкнулись еще больше в себе. Они сказали, в ответ на Аскалу, мы не будем ничего менять, мы будем ходить в этой одежде, как в Польше ходили, мы еще сильнее ужесточим, и так далее, и так далее. То есть, они еще дальше отошли от материального мира, в сторону Торок. А остальные упали в клепот, то что называется. Упали в состояние, когда они от Тора отделены. И это наше государство. Это наше государство. Включайся. Теперь. Внутри вот этих светских, внутри вот этих светских, которые отделились от Харидим, есть еще одна матрешка внутри. Еще один, так сказать, подобие. Обратите внимание. Кто продвинул теорию создания государства? Кто? Хазон, так сказать, видение. Герцы. Кто еще? Гаун и Звейн. Да, он из Звейн. Подожди. Подожди. Гаун и Звейн. Хорошо, да, согласен, согласен, согласен. Значит, вот что я имею в виду. Герцы был восточным, наоборот, западным евреем. То есть все вот эти евреи из Западной Европы, которые прошли через Эскалу, через университеты, через все вот это, они сумели организовать сионистские конгрессы, политические какие-то вещи, организовать некоторую структуру и так далее. Вот все, что связано с теорией, дали западным евреям. Кто реализовал? Бен-Гурион, Орлозоров, Жаботинский, Эхадам, Гордон, все из Российской империи, включая Польшу. Да? Польша входила в состав Российской империи, да? То есть оказалось, что есть сторона Торы, так сказать, теории. Это те, кто прошли через Эскалу и у них появилось образование, так сказать, и так далее. Они понимали, как, как разговаривать, так сказать, с народами мира, там, и прочее. Есть практики. А есть практики. То есть здесь тоже произошло разделение. Внутри, да? Не то, что разделение. Наоборот. Именно потому, что они взаимодействовали, да? У них было разделение. У них было, когда Герцель предложил Уганду, что о чем говорит? О том, что теория это у него была, но только к реальности она не имела никакого отношения, понимаете? Не было... Есть вот эта земля, которая молхует, Мы витаем где-то в облаках. Да, у нас есть видение там, все, да? Ну, надо же заземлить это все. Понимаете? Значит, он предлагал Уганду, он предлагал Аргентину, там были разные. Что российские евреи сделали? Они вышли из этого конгресса, плача, да? Сказали, мы уходим в знак протеста. Помните? То есть у них вот этот раскол, вот это... Произошла на сера. Да? Вот этот вот раскол произошел. И именно потому, что они сумели его преодолеть и стали сотрудничать, только благодаря этому на самом деле возникло государство. Понимаете? То есть в тот момент, когда идет сотрудничество людей-теории, Торы, с одной стороны, и людей-практиков с другой стороны, только тогда возникает что-то реальное. Понимаете? Был еще один пример. Ну, как бы общими усилиями. Да, конечно. Был еще один пример. Вот эти немецкие евреи, да, образованные, создали здесь Технеон в Хайфе. На каком языке? Преподавать будем? На немецком, конечно. Это же из-за культуры. Что сказали эти вторые? Они сказали, если это не будет евреи, они что сделают? Они бойкотировали эту систему Эзры. Бойкотировали ее. Сказали, мы не будем. Им пришлось перейти на евреи. И что, вначале было на немецком? Вначале было. Ты понимаешь, это было. Поэтому был бойкот. Был бойкот. Понимаешь? То есть, здесь вот этот вот клинч был. Вы понимаете? Он был. И именно благодаря тому, что его удалось преодолеть, сумели что-то сделать. И это схема, которая работает всегда. Как сказал один не самый приятный персонаж, для того, чтобы единиться, нужно сначала решительно размежеваться. Понимаете? Эта схема работает. Идет конфликт, они расходятся в разные стороны, и потом сходятся, и начинается какое-то взаимодействие. Понимаете? И каждый раз, когда вот эти матрешки собираются, постепенно, больше, больше, больше и больше, вот так приходит геула. Понимаете? Вот это схема, которая тут происходит.